Инсталайф Татьяна Вячеславовна Морозовой, преподавателем высшей школы иностранных языков и перевода Института международных отношений Казанского федерального университета. Татьяна Вячеславовна, вам добрый день. Рады, что вы нашли время к нам заглянуть на огонек и рассказать подробнее о ЕГЭ по английскому языку. Я сам лично его не сдавал, тоже будет интересно послушать. Представляю вам слово. Спасибо большое за приглашение. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Мы надеемся, что среди вас, слушающих нас, вы окажетесь с нами с сентября в качестве наших студентов именно в стенах высшей школы иностранных языков и перевода Института международных отношений Казанского федерального университета. Потому что на нашем направлении, на нашем отделении вы можете получить образование по направлению лингвистика. Я уверена, что все вы прекрасно знаете то, что ЕГЭ по английскому языку в этом году будет сдаваться немного в новом формате. И думаю, что у вас уже возникли ряд вопросов. Если у нашего уважаемого ведущего есть вопросы от наших слушателей, то буду рада сначала ответить на них. Вопросы у нас есть? Есть заготовленные, которые ранее у нас ребята оставляли? Не было слышно. Повторю. Вопросы у нас, естественно, есть. Ребята до эфира оставляли это в группе Казанского федерального университета. И давайте тогда по ним пройдемся. Уже затронули тему изменений в ЕГЭ по английскому языку. Вот, когда спрашивают, какие именно эти изменения? Это изменения касаются аудирования. Если раньше привычно одно из заданий, первое задание традиционное, нужно соотнести высказывание по предложенным фразам, по темам. Другое задание немного отличается просто по оформлению. Третье задание то же самое. Больше чтение осталось одинаковым. Раздел лексики и грамматики тоже такой же, стандартный. Вот письменная часть, собственно письменная часть, это задания 39 и 40. Они изменились. Задание 39 с этого года будет уже написание не личного письма, а написание электронного сообщения по формату, который требуется как электронное сообщение. И задание 40, которое самое сложное задание, нужно будет написать письменное высказывание, основываясь на данных, статистических данных. Например, будет дана таблица с какими-то показателями числовыми, и нужно будет проанализировать и высказать свое мнение. Также изменения коснулись и устной части. Чтение остается небольшого отрывка. Дальше, если вы помните по прошлым годам, следующее задание, это нужно было задать пять вопросов. Как будто бы вы звоните в какую-либо из предложенных организаций и пытаетесь узнать у них какую-то дополнительную информацию, исходя из тех стимулов, которые даны. Если раньше было пять вопросов, то в этот раз это будет четыре вопроса. Следующее задание, то, чего раньше не было в ЕГЭ, но оно использовалось в общем государственном экзамене, то есть для тех, кто сдавал в девятом классе экзамен по английскому языку, это будет знакомо. Это нужно будет ответить на вопросы. То есть как будто бы вы присутствуете на интервью, вы слышите вопрос, и вам нужно дать ответ, развернутый ответ. И последнее задание, это нужно сравнить две фотографии, и на этом заканчивается. Если помните, то предыдущие годы тоже такое же количество заданий было, но сначала нужно было выбрать одну картинку, описать ее, а в другом задании нужно было сравнить и сопоставить две картинки. Вот такие изменения, то есть достаточно серьезные, но вполне выполнимые, если готовиться к ним добросовестно, ну как обычно. По поводу подготовки, как раз-таки больше, скорее всего, это относится к тайм-менеджменту. Как распределить время на выполнение заданий? Вот такой вопрос интересует, особенно опираясь на изменения. Относительно раздела аудирования, ну там, относительно времени, оно уже все записано на аудионоситель, на который мы повлиять не можем. То есть просто нужно идти следовать тому, что говорится в инструкциях. Конечно, перед выполнением каждого задания необходимо внимательно в отведенное для этого время специально изучить все задания, чтобы познакомиться, и потом спокойно уже выполнять. Благо то, что вы сдаете экзамен в российском формате, и вы имеете возможность прослушивать два раза. Поэтому спешить не нужно. Второй раз послушали, еще раз убедились в том, что ваши выбранные варианты верные, и, соответственно, делайте свой окончательный вариант. Ну, в данном случае я просто хочу сказать, что вы в более выгодном положении здесь, то, что имеете возможность прослушивать звучащий текст два раза, а не один раз, как это в международных экзаменах, IELTS и TOEFL всем известных. Относительно чтения, конечно же, тут не могу сказать вам однозначно верного ответа. Все приходит, у каждого есть свой собственный, наверное, ритм. В любом случае вы прекрасно понимаете, какое количество заданий, какое количество текстов вам нужно обработать. Соответственно, тут уже, ну, выполняйте как можно быстрее, но качественно. Относительно письменной части, отводимое время на выполнение заданий 90 минут, 39-е задание, это задание уже знакомого для вас формата, написание электронного сообщения. Оно практически такое же, как написание личного письма, поэтому для тех, кто, опять-таки, повторюсь, кто сдавал общегосударственный экзамен, там тоже был такой же формат задания. Соответственно, это задание достаточно легкое, поэтому лучше начать с него, быстро его написать, закончить, и дальше все основные усилия перекинуть на сороковое задание, которое заданием является повышенной сложности. Относительно устной части, там весь временной диапазон уже определен самой компьютерной системой, с которой вы и столкнетесь на самом экзамене. Я надеюсь, что ответила на вопрос. Ну, вот добьем тему тайм-менеджмента как раз. На какие задания стоит сделать упор при подготовке к ЕГЭ, если осталось совсем немного времени до его сдачи? Совсем немного времени? Конечно, упор надо сделать на письменную, собственно, раздел письмо, 39-е и 40-е задания. Конечно же, посмотреть задания раздела грамматика и лексика, привыкнуть к формату. Ну, я надеюсь, что современные учебники, которые в школах используются, и учителя, и вы сами, как абитуриенты, конечно, уже к нему привыкли. Ну, и однозначно нужно попробовать уметь отвечать вслух, конечно же, на вопросы. То есть с первого раза уметь слышать вопрос, потому что второй возможности переспросить вопрос у вас не будет. Потому что вы помните то, что устная часть – это экзамен, который сдается не с преподавателем или с экзаменатором в аудитории, а с компьютером. Соответственно, компьютер не сможет повторить вам второй раз вопрос. Поэтому здесь нужно развивать слух, уметь слышать с первого раза и четко, спокойно уметь давать развернутый вопрос, состоящий из двух-трех предложений, на ответ. Также уметь строить вопросы во втором задании, в устной части, потому что ошибкой будет считаться, то есть вопрос не будет засчитан, если он не будет грамматически верен. Это самый главный критерий. Ну, и просто уметь высказываться, уметь сравнивать две данные картинки, в данном случае фотографии, иметь свое мнение, которое вы можете полноценно высказать. Ну, на самом деле, обратить надо внимание на все. Как обычно. Чем раньше начнете, тем лучше будет, да? Я вот смотрю, у нас есть от вас презентация, предлагаю по ней пробежаться. Там, скорее всего, будут и ответы на следующие вопросы по 39-му и по 40-му заданию. Давайте. Не глядя еще презентацию. Да. Отлично. На первом слайде, который вы видите сейчас, это раздел грамматика и лексика, это первое задание, в котором вы видите красным выделены слова. Эти задания были взяты из демо-версии, которые можно найти на сайте FIPI. А если кто из вас не знает, где можно брать достоверную информацию относительно всех изменений, то это сайт FIPI. Там вы находите раздел ЕГЭ, английский язык, и там все уже изменения, контрольно-измерительные материалы и дополнительные упражнения, которые помогут вам подготовиться к экзамену, вы можете найти там. Благо то, что сейчас задание интерактивное, то есть вы сразу видите ответ. То, что на экране вы видите сейчас красным, выделены слова, которые вам нужно вставить в пробелы, но вы понимаете то, что это первое задание в этом разделе, и, соответственно, это первое так называемое грамматическое задание, то есть эти слова должны грамматически принять правильную форму. Скажем, если вы видите первым we местоимение, то вы остаетесь в этой же части речи местоимения, просто вы видоизменяете ее. И получается, что, ну, просто решим первый вариант, первое предложение. Если вы дальше видите глаголы, то глагол должен будет принять требуемую видовременную форму глагола. Не забывайте о том, что видовременные формы глагола могут быть в действительном залоге и в страдательном залоге. Это прям обязательно. И если вдруг вы видите числительное, то, например, one, two или three, то эти числительные, конечно же, превратятся в порядковые числительные. То есть если one, то превратится в first, если two, то в second, например, three, third. Следующее задание – это тоже раздел грамматика и лексика. Задание с 26 по 31. Вот здесь уже, в отличие от предыдущего задания, вам нужно поменять у красных слов. В моем слайде нужно поменять часть речи. За счет добавления или приставки, или суффикса. Иногда возникает такое, что по смыслу нужно дать отрицательное значение данному слову. Поэтому здесь контекстуально нужно тоже быть во всеоружии, то есть обращать на контекст внимание. Следующее задание 32.38. Я на него акцента особенно не делала. Это всем известное задание на множественный выбор, то есть так называемый multiple choice test. Вы будете выбирать среди данного множества вариантов ответов. Так, и давайте перейдем сразу к устной части. Вы видите на слайде то, что устная часть начинается с раздела чтения. Примерно текст такого объема, красным шрифтом вы видите, такой объем примерно нужно будет прочитать. Конечно, как обычно, предварительно у вас есть полторы минуты для того, чтобы ознакомиться с текстом, попробовать про себя его прочитать. И далее вы уже должны также уложиться в эти же самые дополнительные, тоже в полторы минуты в такой же промежуток и прочитать красиво этот текст. Допускается не более пяти ошибок для того, чтобы вы получили полный балл. То есть за раздел чтения, за это задание чтения вы получите только один балл максимально. То есть можно один балл получить, а можно его просто не получить. Ноль баллов. Это, думаю, будет очень печально. Даже один балл за него стоит побороться на ЕГЭ. Следующее задание устной части, то, о чем я уже вам говорила. Это вы задаете вопросы, и вы видите то, что количество вопросов сократилось до четырех. Требования здесь такие же, и вы видите также, что у вас есть 20 секунд на то, чтобы задать каждый вопрос. Соответственно, если вдруг вы, ну здесь такая помощь небольшая для вас, если вдруг вы понимаете, что вы задали вопрос неправильно, а 20 секунд у вас еще не истекли, то вы можете повторно задать вопрос, изменив уже, как вы считаете, на новый вариант. То есть если третий раз хотите, задавайте, но только если вы успеваете уложиться в эти 20 секунд. То есть понятно, что все мы несовершенны, иногда добываем, ну как вот здесь, иногда совершаем ошибки, волнуемся. Поэтому если вдруг вы осознали, что допустили ошибку, то можете исправить ее, но в этот же самый отведенный промежуток времени для этого вопроса. Следующее задание – это интервью на актуальную тему. Это то, о чем я говорила, задание похожее на ОГЭ, когда вам задается вопрос, и нужно дать на него развернутый ответ. Один из образцов вы видите на экране, и возможный вариант ответа. Ваша задача по, вы видите, по формулировке задания дать два-три предложения, ну или две-три фразы. То есть так, чтобы были, это может быть сложно сочиненные, сложно подчиненные предложения, конечно же, да, и главное, чтобы были грамматические, самостоятельные грамматические основы, то есть подлежащие сказуемой, то, что будет, например, считаться фразой. И они не должны повторять друг дружку. Так, следующее задание, то, о котором мы говорили, это то, что вот новшество, это описание фотографий, и, как вы видите, даны две фотографии, мужчина пылесосит, и женщина моет посуду, они все объединены одной темой. Тема в начале дана, озвучена уже, это household chores. Вам дан подробный план того, что от вас хотят услышать в вашем ответе. Поэтому, если дома потренироваться, придерживаться подобного плана, он не меняется, там меняется просто тема внутри, вы можете, я думаю, что вы прекрасно это уже знаете, то есть вот таким образом подготовиться. Если есть, не появились ли еще вопросы у нас? Пока вопрос первый. Так, ну давайте тогда перейдем к разделу письмо, маленько не по хронологии пошли. И, 39-е задание, вы видите, что вы получаете нечто похожее на электронное сообщение, в нем в точности также есть часть этого сообщения, на которое вам нужно отреагировать. И в точности также, помимо того, что вы отвечаете на те вопросы, которые даны в электронном сообщении, вам нужно еще задать три вопроса по той теме, которая указана в электронном сообщении. И то, что у вас указано в самом задании. Так, насколько я вижу, в нашем задании нужно задать три вопроса про дядю. Соответственно, все вопросы должны быть прямыми, и они должны касаться только и именно дяди, а не спрашивать о том... Соответственно, вопрос, есть ли у тебя дядя, да, хоть в нем слово дядя и фигурирует, конечно, будет ошибкой, потому что если вопрос про дядю надо задать, то, значит, дядя уже есть, значит, этот вопрос просто будет некорректен. То есть, вот, пожалуйста, думайте о том, насколько с точки зрения логики, фактологической правильности будет звучать ваш вопрос. И последнее, сороковое задание, кстати, так же, как в предыдущей версии ЕГЭ, задание сорокового, задание сорок, оно было двух вариантов, вы могли выбирать среди двух вариантов, здесь тоже так же должно быть. Вы выбираете то задание, которое вам, например, ближе, и вы видите формулировку задания, да, то, что вы должны подготовить, вы работаете над проектом, и в некой стране, в Зеттленд, существует, учащиеся были опрошены относительно того, чем же они занимаются в свободное время. И вот на основе, как вы видите дальше на экране, вот такие статистические данные были получены, и, соответственно, вам нужно проанализировать, представить отчет некий, вот по такой схеме. Количество слов сохраняется, минимум 200, максимум 250 слов, и вы видите то, что у вас есть вступление, да, как обычно, дальше есть основное содержание, body, и есть, конечно же, conclusion, и в conclusion просит вас высказать свое мнение. Я думаю, что на сегодняшний день достаточно большое количество существует учебной литературы, которая подготавливает к сдаче даже ЕГЭ в новом формате, поэтому, конечно, воспользуйтесь источниками, не буду говорить вам, какие, каждый из вас, я думаю, знает лучше меня. Есть ли у нас вопросы? Вопросов нет, я так понимаю, по презентации мы с вами закончили, но так как вопросов нет, я предлагаю нам немножко подытожить, и вместо вопроса, наверное, какое-нибудь пожелание будущим абитуриентам. Конечно. Перед сдачей ЕГЭ, как правильно выбрать вуз, как правильно выбрать направление. Перед сдачей ЕГЭ я всегда придерживалась такого мнения, что если вы добросовестно в течение 10 лет, потому что все-таки мы сейчас, английский язык преподается со второго класса, если вы добросовестно в течение всех лет изучения английского языка выполняли домашние задания, то вы самостоятельно, без излишних энергетических затрат, сможете очень хорошо сдать данный экзамен. Английский язык, я считаю, одним из демократических экзаменов, тестирующих именно все ваши знания, накопленные за период обучения. Относительно того, куда вы можете поступить, очень много университетов, но Казанский федеральный университет и Институт международных отношений, и Высшая школа иностранных языков и перевода ждет, конечно же, вас к нам. У нас есть прекрасное направление лингвистика, и Вы можете прийти к нам и получить профессию или переводчика, или учителя иностранных языков, но также с возможностью работать переводчиком. Так что у нас есть два замечательных профиля. На направлении лингвистика всю информацию можно увидеть также в Инсталайф на дне открытых дверей нашего отделения или вообще всего нашего Института международных отношений, прийти на... просто почитать информацию о нас. Так что мы будем рады вас видеть в стенах нашего здания уже в сентябре как студенты. Что ж, на этой прекрасной ноте я предлагаю нам уже закругляться. Татьяна Вячеславовна, большое спасибо, что пришли, рассказали об изменениях в ЕГЭ по английскому языку. Я напоминаю, это был Инстаграм, Инсталайв точнее. В Инстаграме и в телеканале Универ ТВ, а именно Инсте ЕГЭ по английскому языку. Вставайтесь с нами, впереди много интересной информации. До приема остается все меньше и меньше времени, поэтому больше и больше следим за нашими эфирами. Счастливо, до свидания, пока! Субтитры создавал DimaTorzok